Губернатор Московской области провел совещание в режиме видеоконференц-связи по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Отчеты о предпринимаемых мерах борьбы с вирусом представили областные министры, руководители ведомств, главы городских округов и главные врачи медицинских учреждений, а также представители регионального главка МВД. Одной из ключевых тем онлайн-встречи стало создание дополнительных коек для лечения пациентов с выявленным коронавирусом. Особенность этих коек связана еще и с тем, что это отдельно стоящие здания, которые мы оснащаем всем необходимым. Вчера президент особое внимание уделил именно созданию инфекционных коек. От нас требуется до конца месяца подготовить 7567 коек. Из них кислородом 5 929, 509 ИВЛ. В этих целях 16 медицинских учреждений региона перепрофилируют до конца месяца. 26 апреля 4038 кислородных коек смогут принимать пациентов. Ряд больниц уже переоснащены и готовы к работе. Окончены работы по пяти больницам. Они уже открыты. Это Звенегородская, Яхромская, Талдамская, Клинская больница и Подольская. Средний срок работ 16 дней. Создано и открыто 1090 коек с кислородом. Разработаны меры поддержки для медиков, которые работают с инфицированными в Подмосковье. Это почти 3000 врачей, более 3500 работников среднего медперсонала и 1000 водителей. Им предоставлено бесплатное проживание в отелях, чтобы обезопасить членов семей. Администрация Красногорска, например, разместила 27 специалистов инфекционного отделения КГБ номер один в гостинице «Зенит». Кроме этого, медикам компенсирована стоимость питания, организованы бесплатные поездки на работу и к дому на время эпидемии. Утверждены и специальные доплаты. Все медики, которые работают с ковидом, на основании решения президента будут получать дополнительную доплату. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас они точно работают не за денег, но решения все приняты и на федеральном уровне, и ранее мы в своем постановлении выделили деньги. И опять же, Владимир Владимирович четко сказал, что региональные доплаты дополнительно идут к федеральным. В ходе совещания Андрей Воробьев также поручил коллегам организовать обязательное регулярное тестирование на коронавирус для глав муниципалитетов и администрации городских округов. Губернатор напомнил, все ограничения режима повышенной готовности продлены до 1 мая, в том числе и пропускной режим для всех, кто пользуется личным и общественным транспортом. С 15 апреля в Подмосковье оформлено более 4,5 миллионов электронных пропусков.